Друзья мои, всем большой привет! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. У меня сегодня просто раз чудесные планы. Я не буду создавать интригу, вы уже скорее всего все знаете и понимаете, да? Мы едем в гости с ответным визитом к Викули, канал Мама Вика Вяжет. Вика наконец выздоровела, хорошо себя чувствует. Наша встреча была запланирована еще до Нового года, но в связи с тем, что она немножечко пострадала, скажем так, Викуля, повредила позвоночник, месяц провалялась, если вы вдруг не знаете. И, конечно же, наша встреча была перенесена. И вот настал тот прекрасный день, когда мы наконец-то встретимся. Сейчас у нас 9 утра, у нас действительно нас замело за сутки. Я вам сейчас покажу, включусь на улице, покажу, какие у нас сугробы. Мы не знаем, какая предстоит дорога. Встреча назначена у нас на 11 часов. И мы буквально сейчас за гостинцами для вязальщицы. Вот, и сразу в дорогу. В общем, давайте обо всем по порядку. Кому нравятся вязальные встречи, влоговые видео, оставайтесь с нами. Вот посмотрите, как нас замело. Вот чтобы вы понимали, да, сугробы огромные. Это все за сутки. Выпала больше 50 сантиметров осадка. А сегодня очень холодно. Настоящий мороз, настоящая зима. Мы уже на старте. Сейчас будем выезжать. Ну вот он, магазинчик расширился. Я вам уже показывала наш магазин. Как здорово стало. А бобинки акрил, да? Слонимская, но стопроцентный акрил. Ну что, пошли выбирать гостинцы. Лучшее угощение для вязальщицы это пряжа. Красоты сколько. Как представлено, все здорово. Прям вообще классно. А что же взять? Я вот думаю. Я вот знаете, что думаю? У нас же весна заходит с летом. А стоит ли брать зиму? Или не стоит? Сейчас повыбираем. А это что у вас такое интересное? Кавказская что ли? Пятигорская. Пятигорская. Это что-то новое. Марго акрил. Это кавказская. Это тоже кавказская. Сколько много. Очень классно представлено пряжа. Потрясающе. Я вам показывала в прошлый раз. Вот из этой пряжи, из Олимпии. Продавец вязала себе шар. Вот после стирки мне его показывают. Стабильно, да? Приятная очень. Очень приятная. Прекрасно держит резинку английскую. А не пробовали из нее раны или что-то такое? Как она? Ничего. Ну, наверное, мы на Олимпе остановимся. Викулечка, будешь пробовать? Вот такую я взяла книжечку. Викулев подарок. Саша. Саша с вами здоровается таким образом. Он не любит, когда я отвлекаю его от дороги. Так, ну а мы едем в город Морозовск. У меня с этим городом вообще столько воспоминаний. Когда я первый раз попала туда, это мне было лет 17, наверное, или 18, был день города Морозовска. И мы поехали выступать. Я была с казачьим хором, но я была в танцевальной группе, плясала. И нас девчонок, сколько она раз, человек 8. А на день города, значит, выстраивались курени. Ну, у казаков курени, а как назывались у других национальностей, я не знаю, как это правильно называлось. В общем, получается так, что нас встретили как комиссию. Почему как комиссию? Не знаю. Или нас перепутали. Короче говоря, молодые, красивые девчонки попадают в узбекский шатер. Понимаете, да, что у них принято кушать сидя, да, ну, в общем, был ковер расстелен и подушки маленькие. Вот на этих подушках надо было сидеть и кушать с ковра. Это было, конечно, очень смешно, потому что у нас у всех мини-юбки. У меня так еще и с разрезами по бокам. Мы, конечно, позалезли в этот шатер, а сесть не можем. В общем, мы кое-как. Кто-то кофтами укрывался, я спиджак с себя сняла на колени, потому что принято же еще позе лотоса сидеть, но мы так вообще не умеем. И, значит, нам приносят огромный казан с пловом. Я такого плова в жизни никогда не ела. никаких приборов, солнышко засвечивает, никаких ложек, вилок, ничего. Мы приносят лепешки. Мы этими лепешками должны были, значит, кушать плов. Нам, мы ничего не понимаем, что делать. Нам объясняют, нас учили это делать. А нам же выступать еще, вы понимаете? Там финики, груши, все отборное. Я фиников вот таких отродясь не видала, честное слово. И всякие фрукты были, много всяких фруктов. Замечательный просто стол накрыт и бутылка водки. А нам хореограф говорит, девчата, не пейте, вам же еще выступать. Да куда? Молодежь дорвалась до бесплатного. Как мы хорошо посидели, поржали, выпили этой водки. Никогда не забуду то выступление. Я думаю, что не только я. Был, значит, помост выстроен, огромный, он очень высокий был. Работало несколько площадок. И мы, именно танцевальная группа с казачьим хором плясали на вот этом огромном помосте. Ну, потому что пляска еще и место нужно, да, для этого. Это же не просто хоровод поводить по сцене. Я помню, как все плыло перед глазами. И все сплясали в пол ноги. Хореограф нам, конечно, дал. Но зато впечатлений масса. А, так самое интересное. Сначала мы, конечно, покушали в этом шатре. Вышли за него. И у них, получается, у узбеков играла узбекская музыка. То есть, они сами воспроизводили на всяких своих инструментах. Я точно не помню, что были за инструменты. И там был пони. Я не помню, каким образом меня усадили на этого пони. А я в жизни никогда не сидела на лошадях до этого. И ни пони, ни лошади, ничего. Я помню, что я куда-то сползаю. Она без седла, без ничего. И меня этот узбек к себе прижимает и ведет. Это пони. Я ору, как потерпевшая. Говорю, остановите. Я падаю. В общем, как слазила. Ну, вы можете себе представить, да, в мини-юбке. Короче говоря, и смех, и грех. Честное слово. Это я так поделилась с вами своими воспоминаниями. У меня в Морозовск именно так и воспринимается этот город. В общем, он от нас находится в 90 километров. Ну, плюс по городу. Вот едем, пока трасса прочищена, но мы еще пока в Цемлянском районе. Вот. Посмотрим, как дальше будет. Сейчас время без 15.10. Ну, будем надеяться, что успеем. Слова. А кто с нами еще едет? Рыжий, который не дает... Покажи. Покажи, кого мы везем на новоселье. Видно вам? Рыжий. Рыжий. Без кота и жизнь не та. Рыжик отправляется в новую семью. Вы у меня все спрашивали, Юля, вы что, себе всех оставили? Вот этот рыжик должен был перед Новым годом поехать к Викули. Мансур его там ждет по полной программе. У меня и так уже стадо этих котов. Куда ж мне всех оставлять? А первого рыжика отдали мы в начале декабря. Вот. А этот засиделся у нас уже. Он уже парень, он уже не малыш. Вот. Так что везем на новоселье котика. Мы приехали. Морозовск тоже заметен. Но снега чуть-чуть поменьше, чем у нас. Но у них дороги вообще не расчищены практически. У нас лучше, оказывается, дела обстоят. Все, будем заходить. Ага. Привет, привет. Гена нас встречает. Кто там? Привет. Привет. Кто там? Привет. Привет. Привет, Викуль. Столько лет сколько лет. А это я. Заходим, заходим. Заходи. Заходи. Ой, яй. Котик. 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 Сколько счастья. Викулечка колдует, тут бешбармак готовит. Вчера, представляете, она вчера катала вручную вот эти вот лепешки. Вам видно, толщину? Застрелиться можно. Да, обычно мы это делаем машинкой. Не видно тебя. Ага, вот так. Машинка специальная. Ну, как для лапши. Для лапшерезки, да, лапшерезка найдет и катает. А вы не представляете, что я сейчас буду есть. Я сейчас буду есть бешбармак из верблюжатины и конины. Вы можете себе представить? Это я худею, товарищи. Вы слышите, да? В жизни никогда не ела ни верблюжатину, ни конину. Вот попробую. Оно же диетическое. Так. А тут мясо. Само мясо. Покажи, Вику. О, оно отваренное уже. Отваренное, да, мы сейчас пропариваем его. Понятно? Все тут, не балуйся. Вика начала снимать жирок, а я говорю, зачем ты это делаешь? Она мне говорит, это будет у них под названием соус. То есть сама жишка получается, вот этот бульон, он не употребляется, что ли, в пищу? Употребляется. Это потом сурпа будет после, как отварим вот эти лепешки. Тут еще надо уметь это есть, товарищи. Не просто готовить, а еще и есть. Сейчас мы это соберем, сюда лук покрошим, положим перчик, немножко чесночка, соли и этим будем поливать мясо и сам бешбармак, лепешки. Вот так вот. Интересно, конечно. Я вам все расскажу. Викуля мне сделала подарок, предлагаю открыть его вместе. Я уже вижу нечто нереально красивое, друзья мои. Бог ты мой. И она не показывала, она шпионка, она не показывала на камеру. Боже мой. Смотрите. Вы поняли, да, это амбре-ботик? Какой цвет, какое полотно, мама. Красота. Смотрите. Какой узорчик. Обалдеть. Викулечка, спасибо огромное. панте. Какая нежность. Боже мой. Какая красота. Да? Друзья, вы со мной согласны? Красиво. Невозможно. Там что-то есть еще. Ну, каждой хозяйке нужна посуда. Класс! Викулечка, спасибо! Она там на кухне колдует. И подарки открывает. Вот такая прелесть. Вот так. Я довольная и счастливая. Гостеприимные хозяева накрыли стол. Бешбармак готов. И мы приступаем. Ну, что я вам хочу сказать. Попробовала я бешбармак. Великолепное чудо. Это очень вкусное блюдо. А как оно сложно готовится. Вика готовила его два дня. А перед этим мясо еще солится. Два дня. И вымачивается. Или наоборот. Солится, а потом два дня вымачивается. В общем, как-то так. Гена подсказывает. Машинка не работает у ребенка. И что вы думаете? А Саша, что ты делаешь, Саша? Скажи, пожалуйста, моему зрителю. Я ем ее. А еще что ты делаешь? Пьет водку. Пью. Потому что нас оставили здесь с ночевкой. Я, конечно, горюшку сейчас. Потому что завтра у меня очень важный день. Да, важный. Каждое воскресенье очень важный день. Это тренировка. Поэтому сегодня он также ест бешбармак и прибивает это все горячительными напитками. А завтра все будет сбрасывать. А мы остаемся с ночевкой. Я говорю, ну вот, Викуль, хоть повяжем, говорю, в свое удовольствие. Так что такие дела. Ну что, друзья, мы объелись, обпились уже. И вышли погулять. Идем в магазин. Как вы думаете, зачем? Мы сами не знаем, зачем. Просто погулять решили. И дети занудились в доме. Кот в ужасе от них. Прячется. Да, Викуль? В углу не выходит. Я прям жираф по сравнению с тобой. Вика маленькая. Миниатюрная. У нас сказка зима. Да. И морозно очень. А я даже шапку не надела. Я думала же в машине. Я же не думала, что мы пойдем гулять, что мы вообще с ночевкой. Мы в это время уже выезжать домой должны. По плану. Сегодня повяжем вечером. Может быть. Оболтаемся. Мы уже, конечно, и моточки перебрали. Да. Да, Викуля мне платье показала свое, вязанное крючком. Она не освещала его на ютубе. Нет. И я вам приду и покажу. Да, Викуль, покажем? Да, обязательно покажем. Одно из первых, да, Вик? С примеркой. Одно из первых, да. Вот так вот. Даже с примеркой. Крючком летняя платьица. Слава, стой. Нам куда? Нам сюда. Идем. Поворачиваем. Саша, ты нянька. Мы тут работаем. А ты, Саша, нянька. А дети там плетутся сзади. У нас все хорошо. Настроение бомба. Да, Викуль? Настроение бомбическое. Да. Я говорю, Вика, приедешь ко мне летом. Пойдем с тобой на пляж. Да. Может, Юля меня плавать научит. Ну, это если ты до 100 лет не научилась. Вряд ли я тебя научу. Но я, конечно, постараюсь. Будем на спасательном пляже. А вообще, знаете, зима только наступила. Второй, третий день, да, снег лежит. И мороз на первый день. Я говорю, я хочу уже весну и на природу. Поедем на рыбалку? Обязательно. Вот так вот, понятно? У нас все тут по-взрослому. Здрасте. Мацур под ноги встал сюда. Дорогу преградил. Дальше не идем. Ладно, я еще включусь. Я не могу это не запечатлеть. Памятник самолет. Класс красивый. Интересно. Память и вам, и мне. Идем дальше. Обещанное платье демонстрируем. Платье связано с крючком. Сверху вниз кокеткой. Здесь полоска мотивов идет. И отсюда вязалась юбка. И три яруса. Вот такие ракушки ажурные. Пряжа Анна 16. Да, хлопок. Покружись. Осиная талия. Бог ты мой. Миниатюрная. Красавица. Года, наверное, четыре назад. Точно. И вот он строится в машинке. Ничего ему не происходит. Ничего с ним не происходит. Не линяет. Основная вязка это ракушечки. Красиво смотрится. Ну, это модель из журнала. А, да, из какого? Сейчас я покажу. Из какого журнала. Я вязала ее по журналу, но не из той пляжи. Красиво. Это там рекомендовано. Это я уже сама крючок подбирала, плотность. Я люблю круглую кокетку. Она очень красиво смотрится. Ну, это, кстати, круглая кокетка без... Без ростка, без ростка, да. Да, она связана одним плотном. Рыжуля, передай привет моим зрителям. Тебя все любят. Тебе все пишут хорошие слова. Да, Рыж? Кажи мяу. Кажи мяу. Уже начинает осваиваться первое время. Спрятался, забился, да? Давай, да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, да. Ага, ага. Шш. Горшок нашли, и это самое главное. Уже игрульки на нас нападают. А, дети есть дети. Везде и быстро осваиваются, да, Рыжик? Эти красавица моя. Я теперь буду за тобой через камеру наблюдать. Да, моя? Ты будешь мне приветы передавать? А ты будешь мой голос слушать, да? Ах, ты ж баловень ты такой. Ты баловень? Ты баловень такой. Так, Викуля нашла журналы. Нет, это я ее хочу подарить. А, нет? Да ты что? Сандра, е-мое. А-а-а, как мне повезло. Как я люблю Сандру. У меня был, у меня вот такой журнал был. Давным-давно. Ну, все, конечно же, утеряно. Викульчка, спасибо большое. Живи на здоровье. Ой, класс, класс, класс. Для вдохновения. Очень люблю старые журналы, старые книги. Да что может быть лучше? Все новое, это давно забытое старое. Спасибо, Викулечка. Сейчас я не вижу. О, Вике тут целая библиотека. Чего только нет. Так, а пока Вика ищет, я сейчас покажу вам еще, что я у нее вижу. У Викули здесь такой мини-уголок с пряжей. Всякая разная. Тулипа два. Сидим и думаем, а что же мы будем вязать из тулипа? Вика говорит, страшно прикасаться. А я говорю, а у меня никаких даже идей нет. По две упаковки у нее две и у меня две. Я говорю, ну что-нибудь будем сочинять. Ну тут библиотека, тут процессы. Текущие. Текущие и не только тут, еще и на кровати. Уже мы поработали, везде уже устроили беспорядок. Вот оно, это платье. Очень красиво смотрится. Викуля воплотила в жизнь замечательно. А что это за журнал ведь? Это была у меня подписка на этот журнал. Я тоже на него была подписана. С 14-го года он. И тоже, по-моему, я в 14-м году подписалась. Ну и когда у меня мало журналов было всего, наверное, журнала 6, наверное, за полгода. Да, да, да. И все. Красивая платьица. Нежная на лето. Посмотрите, какие некоторые молодцы. Некоторые вяжут, а некоторые пиво пьют. Да, Викуль? Да. Что вяжем? Новый процесс начала. Реглан сверху с ростком. По спинке ажур. Вот такой ажурный узор. У меня на канале я показывала в одном из влогов. Образец я вязала. Спицы номер. Двоечка. Двоечка, мои дорогие друзья. Вы так умеете? Я как-то не решаюсь еще пока на двоечку. Пряжа Vita Smile. Очень мне понравилась. Вообще такая она приятная к телу. Вообще супер-супер. Давай, Викулечка, удачи. Спасибо большое. Смотрите, что я заставила ее сделать. Мы распускаем вывязанный реглан со спиц номер два. Потому что сделали неправильный расчет изначально. Да, Викулечка? Да, второй вариант был прав. Я тут произвела расчеты, подумала. Решила, нет, еще надо почудить. Начудила. Второй вариант был правильный. Вот так вот. Надо было присутствовать к своему сердцу. И как она не хотела это делать? Ну, я сказала, учимся вязать правильный реглан. Значит, учимся вязать правильный реглан. И не чудим, и не мудрим. Мне хватит класса дала по реглану. Поэтому вот так вот. Просто нещадно распускаем. Я представляю, сколько было проделано работы. Самая сложная часть реглани. Спицами номер два. Но не быть этому процессу. 500 метров на 100 грамм. Викуля, давай, потянула ниточку. Давай. Молодец. Молодец. Ура! Зато будет правильный реглан. Будет как у тебя. Вот так вот. Мы возвращаемся домой. Очень хорошо провели время. Отдохнули от души. Но пора бы и честь знать, и домой. И делать дела. И вязать, и трудиться. И я с вами попрощаюсь. До скорых встреч.